Жители самого северного поселка Якутии рассказали о проблемах главе республики. Егор Борисов встретился с населением поселка Тикси. Встреча прошла в день визита патриарха в Сеаруси Кирилла. Напомним, что 9 сентября епископ Русской Православной Церкви провел священный молебен в Серафимоникольском храме поселка. Подробнее в материале с Иргылан Захаровой. Патриарх Сеаруси Кирилл посетил самый северный поселок республики. В своем обращении к населению он рассказал, что его путь не спроста лежит через Тикси. Последние годы все больше внимания уделяют возрождению Арктики. В частности, его святейшество выделил возобновление работы североморского пути. Чтобы североморской путь снова стал одной из самых важных транспортных артерий России. Чтобы люди, живущие на севере, почувствовали это второе дыхание. После патриаршего благословения тиксенцы собрались в зале Дома культуры, чтобы рассказать главе республики о том, какие проблемы сегодня беспокоят жители больше всего. Первый вопрос касался судьбы Международной экологической станции Лена Норчерид, которую открыли еще в 1995 году. В событии от Всемирного фонда дикой природы принял участие сам принц Филипп, герцог Эдинбургский. Однако, спустя несколько лет, деятельность станции приостановилась. Объекты забросили. Мы просим ее передать в район, поставить ее на баланс. Естественно, конечно, часть денег, общественная наша организация, которая есть, и которая будет заниматься этим вопросом, они обеспечат часть денег на ее содержание. Но хотелось бы, чтобы и республика тоже финансировала ее. На данное время будет решен вопрос передачи имущественного комплекса либо администрации муниципального района, либо администрации природного парка. Вопрос решается. В очередной раз на встрече подняли наболевшую тему возвращения прямых рейсов Тикси-Москва-Тикси. Но, как отметил глава, то, что было когда-то разрушено одним неправильным решением высокопоставленного чиновника, сегодня возвратить будет сложно. Мы должны создать определенную загрузку самолетов. Если нагрузка выйдет на определенные, на нулевые рентальности и выйдет, с учетом северных районов, то в этом случае мы это не все запустим. Не обошли внимания популярную в последнее время тему, волнующую жители практически всех районов республики, качество интернета. К слову, в самом отдаленном поселке республики проблема с этим стоит очень остро, но ее обещали решить уже в следующем году. Сегодня мы провели переговоры с Газпромом, который пришел к нам работать. И у них есть специальный отряд космических аппаратов, которые сегодня уже начинают висеть над Якутией. И мы несколько стволов у них заключили соглашение и решили у них взять. И тогда, в этом случае, кроме Черского, кроме Черского, ниже Коломы, мы все районы северные охватились, более качественные спутниковые связи. Это тоже в ближайшие 17-й годы. Также жители задавали вопросы, касающиеся развития сельского хозяйства, туризма, предоставления жилья работникам культуры, поддержки предпринимательства на Крайнем Севере. Все они находили ответ у главы и у представителей ответственных органов. А те, чьи вопросы требовали более детального изучения, имели возможность на месте написать обращение в администрацию главы и правительства Якутии.